Воздух на нашем Михаил Марголесу микрофона В гостях у меня сегодня человек, которого вы все прекрасно знаете И который был уже у меня в программе Ну и вообще, где он только не был в истории отечественного рока Поэтому все его хорошо знают И сегодня будем как раз говорить и об истории этого самого рока И о дне сегодняшнем, и все о том, что с ним происходит Даша мне вновь помогает И так что все у нас на своих местах Мы начинаем Вадим Самойлов и его группа у меня в гостях Привет, Валик, привет, ребята Всем привет Сначала сыграем, потом уже все поводы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Она умеет подчинять желания многих мужчин Для утоления жажды, собственной страсти Подруги втайне злятся в силу этих причин Но они ведают, что сами стали жертвами власти Смотри, когда глаза ее меняют свой цвет Она сменится по сотнам возраст, собственной даже Поскольку более высокий приоритет Имеет ее новый объект Не верь ее мукам Они глядят И смеху, с которым отравится кровь Так много их здесь, и все это она Но в каждой из них незримо живет ПАНТЕРА! 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 Она не знает слова верность Ибо это всего минуты предпочтения Кого-то покруче Она стремится к сердцу, предвкушая его Но об чей-то пусть останется в отравленной куча Но ты не можешь жить, не ощущая тепло Ты тянешься к рефлектору в надежде на солнце Не чувствуя розетки за спиной у него Но я говорю тебе, я говорю тебе, но Не верь ее мукам Они глядят И смеху, с которым отравится кровь Так много их здесь, и все это она Но в каждой из них незримо живет ПАНТЕРА! 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 То сбокая улыбка, маскирующий страх Она читает яд в моих холодных глазах Она дрожит от слова, что хранится у меня на губах ПАНТЕРА! 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 Воздух на нашем И Вадим Самойлов со своей группой у меня сегодня в гостях Собственно, вот так мы и начали Я тебе сразу вот хотел про что спросить Ну, понятно, что о тебе, о Глебе Там это много, постоянно какой-то информации звучит Да, и часто вспоминает Саша Козлов там, да, то есть ушедший А какие у тебя взаимоотношения вообще, как происходит какой-либо Происходит ли какой-либо контакт с Петром Маем вообще как бы сейчас, в принципе Ну, мы с Петром видимся каждый раз, когда при выступании в Екатеринбурге С ним, с большой, с Бестовской компанией Екатеринбурга, Свердловской еще То есть, да, мы всегда видимся, он присылает мне какие-то новинки Вот книжку публиковал тоже в свое время Она вышла, по-моему, в журнале Урал Его версия, так сказать, воспоминания о ранних годах Гаты Крести Так что, да, поддерживаем взаимоотношения Это, кстати, вообще такая интересная история Я еще посмотрел, что, я не знаю, до этого была такая очень большая питерская активность По поводу различного рода увековечивания себя в литературном жанре А теперь пошла и такая вот Свердловская, на Екатеринбургская тема То есть, да, и о Чайфах выходят книги там одна за одной И вообще об истории уральского урока выходят книги И вот о Богате тоже выходили и так далее Скажи, вот ты успеваешь эту литературу прочитывать? Ну, я на самом деле только одну книжку о Богате Крести лично сертифицировал Эта книжка была Ильи Богословского, Липецкого такого журналиста-писателя Вот, который достаточно уважительно отнесся к интервью, к истории И залез все-таки в такие дебри культурологические, что ли Другие книжки, честно говоря, я знаю, вот книжка Стогова Ильи была Но это дайджест из интернета И вот очередной дайджест вышел от Димы Карасюка Поэтому, в принципе, я так всерьез к ним не отношусь Вот, мы пытались разговаривать на тему этой книжки Но там вон какие-то жареные вот эти вот никому не нужные сплетни Начали поднимать Я считаю, что это неинтересно вот никому Поэтому, в общем, все это можно прочитать в интернете А дай, Вадим, сейчас мы еще сыграем А потом я чуть-чуть тебе еще вот в эту тему один вопрос задам Ну, начали мы сегодняшнюю нашу передачу С нашего первого, наверное, самого хита группы Агаты Кристи Это песня Компантера Она долгое время была нашей визитной карточкой Вот, мы сегодня так же, как и в концерте Который предстоит 11 ноября Пройдемся в хронологическом порядке По композиции Агаты Кристи Конечно, на концерте вы сможете услышать и все хиты и шлягеры А сегодняшняя программа по своим песням Таким витиеватым и редко встречающимся Специально для фэнов, нами восстановленными в самом лучшем виде Сезон дожди Почему же ветер тучи не уносит вдаль Столько длинных дней И было не зимой, да легкой жаре Так дождь на весь день Все думали, что мне просто лень И пусть она на самом деле Я боялся, но Тебе все равно И я не боюсь Осень падает с деревьев Серое небо В ушах Дети не идут домой Им ничего Не нужно Песни Песни Будущие песни Умирают шреве От голода Завтра мы уйдем из дома Завтра мы уйдем из дома Да не хочу Там холодно И мы как листья Падаем с деревьев Кровью стекая В лужи Ах, как скучно, боже мой Спой мне, о чем я путь На лужи Спой мне, чтобы было грустно Только не очень больно Спой мне, чтобы было страшно Спой мне, чтобы было страшно Чтобы было щекотно Завтра мы уйдем из дома 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 Вадим Самойлов По-прежнему у меня в гостях В воздухе на нашем Мы продолжаем Да, действительно, следуем По истории Агаты Но при этом говорим и О каких-то вещах сегодняшних Я все-таки хотел договорить с тобой Эту тему про книги Поскольку сам В общем, немало этих книг написал Биографических Об истории Российской рок-музыки И пишу по сей день Вот мне интересно Когда ты делал этот самый Что называется анализ И говорил о том Что вот эту книгу Ты сертифицировал А эти вот скорее Являются такими интернет-дайджестами А в принципе Вот в целом Даже пробегаясь по ним Эти интернет-дайджесты Они все-таки правдивы или нет? Ну нет, конечно Там, понимаете Мы застали Вот постранение информации На интернете На его заре Когда вообще Ничего не контролировалось Поэтому Там, где разница Между фанфиками И реальными историями На самом деле Очень сложно Различить Поэтому На самом деле Все, что написано О группе Агата Кристи Вот в тот период Это, конечно В большей степени Фантазия Может быть Что-то там Какие-то отголоски Чего-то там были Но в принципе Мало что из этого Соответствует действительности Но и самое главное Мне кажется Что Вот это наше Оголтелое сейчас Желание Ну залезть Куда-нибудь Кому-нибудь Обязательно Под одеяло Или там в туалет Желательно И вот поколупаться В чьих-то личинках Мне кажется Это глупость Я категорически Противник вообще Такого подхода Мне кажется Знаешь Есть такое выражение Перемывать кости Ну да Знаешь откуда оно пошло Оно пошло Вот евреи В древнем Своем государстве Ну и сейчас Хоронят своих Усопших В саунах Заматывают Белый такой Саун И кладут в пещеру Спустя полгода Или год Специально женщины Приходят На кладбище Достают это все Разворачивают И чистят Это называется Перемывать кости И вот только В этот момент Церковь и религия Разрешала им Чтобы скинуть Негативную энергию Когда этим занимаются Друг с другом Разговаривать Сплетничать Говорить что-то грязное Вот оттуда пошло Выражение Перемывать кости Но ты знаешь Я опять же Вот продолжаю эту тему А ведь есть же Два разных момента Так все-таки Я же неспроста сказал Одно дело Перемывать кости Я тоже ничего там Хорошего не вижу Хотя это на самом деле Что называется Деяние возникшее Не сегодня И тенденция По-моему идет Наверное там С рождения человечества Что называется Я говорю о том Что все-таки При этом Перемывать Неприятно Это как вот Еще другое выражение Скелеты в шкафу И так далее Так при этом Но все-таки Перемывают Это правду или нет Нет Я вот не готов Сейчас анализировать Что там было Что не было Но то что я знаю Что что болтается в интернете 80% из этого Это фантазии Большая часть фантазии Насколько я помню Не фантазии вернее А того что Часто вообще Лепят многим группам А в частности Лепили вам Тогда еще Я не про сейчас говорю А про те годы Когда вы начинали А я помню в общем-то Всю историю Установления Агат Криси Там с того же Самого 88-го года На каком-то этапе Да на этапе Вашей такой Наибольшей славы Больше всего речь шла Да О каких-то вот Ваших там Уходах и трипах И еще чем-то О том что вот Ребята вот сейчас Полностью погрузились Там что называется Будем говорить В трансцендентности И так далее Вот это все врали Что касается фактологии То вот про трансцендентность Могу сказать Что мы наверное Единственные Кто смело и открыто Это признавали Говорили об этом У меня огромное количество людей Которые вряд ли Когда-нибудь в этом сознаются Но это их право Но ты сам прекрасно знаешь Что в сфере артистов Музыкантов Да И не только И у силовиков И у банкиров Там везде где Есть И была доступность То есть 90-е Но только ленивые Наркотики не попробовал То есть Ну нас записали наркоманы Почему Потому что тексты странные Да Поэтому вот Какой вертолет Песня про наркотики Оказывается Ну правильно Летаешь же Значит наркотики Вот Это естественно не так Все же не такое Все сразу становится Трансцендентно Поэтому к нам Это прилепилось Вот Ну а что касается Фотологии Что было в жизни Ну я об этом говорю Ну я знаю Там Серега Мазай Об этом тоже говорит Костя как-то Остальные такие Принцессы не пугают Ну ладно На их права А кстати вот Вадик Ты коли сейчас напомнил Как раз Это про калер Самолет А можешь сейчас Так вот прям Сразу навскидку Вспомнить А какая Тебе попадалась Может быть там Трактовка Которая вот На твой взгляд Да Но максимально Расходилась С тем Что на самом деле Было в вашей песне Там заложено Спето То есть допустим Вот вы какую-то песню Какой-то ваш хит Делали А потом ты слышал Такую как бы Интерпретацию его То есть что Люди там совсем другое Увидели и услышали Ну вот Как раз когда Передача «Акул и пера» Развивалась Да Помним Виделись мы с тобой Почти во всех регионах Тоже нечто подобное Пытались организовать И вот Одну из регионов Значит тоже сидела Молодая журналистка Она пыталась Имитировать Атара Кушанашвили И такая сказала А вы вот о себе Так смело поете Я оптимист Я оптимист Я гетеросексуалист Вы прямо так Открыто признаетесь В однополую любимую Сказала девушка Почитайте энциклопедию Ну понятно И выясните Что означает слово Гетеросексуалист Ну вот А так в основном Вы знаете Я никогда не парился Над темой трактовок песен Сначала мы ржали Потому что Действительно есть такие Ну очень смешные были Какие-то вариации На том О чем песня Сказочная тайга Я сам не знаю О чем он Честно говоря Но вариации Почитай было любопытно И со временем Мы пришли к пониманию Тому что Не надо навязывать людям Какую-то свою трактовку Каждый человек Воспринимает Исходя Из собственных впечатлений Фантазий Так сказать Сердце ума и почек Поэтому мы прекратили На эту тему вообще В последнее время Меня честно Могу вам сказать Меня может радовать Успех композиции Но вот как ее воспринимают Конкретно Мне честно Могу сказать все равно Я настолько укрепился В своей самороли Такого свободного художника Который сам для себя делает Слава богу Что кому-то еще нравится Что уже осел Прочно А как вот Как раз сейчас Вспоминаю об этом Я просто Знаю достаточно Конечных музыкантов Которые мне не раз Говорили допустим И те которые играли Не знаю С Гариком Сукачевым Те которые играли В аукционе И играют Которые в общем-то Ну конечно Может быть в полуиронии Но тем не менее Признавались в том Что знаешь Слушай Популярная вещь Два следа играем Слушай я вообще не понимаю О чем мы поем Но кайфово Вот в Агаде Кристе Где все-таки Более такой герметичный Был состав Два брата Которые все определяют И в общем-то И тот же Саша Козлов Мало менявшийся В составе группы Ну все-таки там Был ряд музыкантов У вас такие вопросы Происходили Когда вы Или прям Гласно это говорили Или просто понимали Что вот там ребята Нельзя там Арик Потапкин сидит сзади Но в принципе Он не понимает Что мы поем И он просто стучит Как бы у него Дело другое Как бы в нашей группе Ну С разными людьми По-разному Вот Ну не хочу Не буду называть имен Но было по-разному Например Один музыкант На самой заре Когда мы еще Второй фронт И вот это был период Когда по второму фронту Мы ездили по гастролям Тогда социальный рок И что-то у нас тоже Там Какой-то период времени Пару-тройка композиций Было таких социальных Родной завод Они назывались Там Еще какие-то такие И значит очередную письмо Мы репетируем Совсем другую И музыкант говорит А против чего Направлена эта композиция А то есть Мы все-таки Да-да-да Мы сказали Петь Больше Больше не против чего Мы не направляем композиции Господа Ну вообще в целом Конечно Все творческое ядро Агаты Крести Это вот те самых Трое людей Которых перечислил Я брат Саша Козлов Вот Все Разные привносили Но именно все Втроем мы и сделали Агату Крести Остальных музыкантов Мы конечно не требовали Какого-то служения Такого понимания Ну кто как понимал Главное чтобы мы Вместе дружно и весело Профессионально Это делали Вот и сейчас Будем делать то же самое Господа Сейчас еще прям сразу Такой редкий случай В моей программе Сразу две композиции От Вадима Самойлова И его группы И потом мы продолжим Да Ну мы приходим К нашей легендарной Триаде альбомов Группа Агата Крести Это альбомы Которые составляют Золотой запас Собственно и копилку Нашу Наши все Что называется Это альбом Позорная звезда Опиум И ураган Вот собственно говоря Сейчас мы сыграем Пару композиций Которые не так часто Услышаны в концертах Из альбомов Позорная звезда И опиум Мы украли приют На последней черке Пусть над нами плывут Звуки Вальса червей Ты со мной шагнешь В дамы и короли Ты со мной принесешь Жертву первой любви Жиги-жиги-заги Мы нальемся влагой Сладкой, пошлой влагой Жиги-жиги-заги Мы ступили на путь От любви до войны Мы срываем плоды И мы опречены Мы спешим потерять То, что нам не забыть Нас уже не догнать Нас уже не убить Жиги-жиги-заги Мы нальемся влагой Сладкой, пошлой влагой Жиги-жиги-заги Жиги-жиги-заги Мы нальемся влагой Сладкой, пошлой влагой Жиги-жиги-заги Жиги-жиги-заги Мозные атаки Пролечат над нами Жиги-жиги-заги 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 Мы умрем во мраке Мы уже в атаке Жиги-жиги-заги Мозные атаки Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Все задом наперед, опять шара-шара-шара Достает и одинокая микрэйня Подруга дней моих меня любила целый день За двоих я поцелую провода И не ударит меня ток Завозит молния меня Как жаль, что я ее не смог По небу ангелы летят В канаве дьяволы ползут И те, и эти говорят Ты нам не враг, ты нам не друг Не там не тот Не там не тот Зимою будет веселее Нас пустят в рай Зимою будет холоднее И пускай, и ничего, что я дурак Все равно В природе все не просто так Суждено Я поцелую провода И не ударит меня ток Заводит молния меня Как жаль, что я ее не смог По небу ангелы летят В канаве дьяволы ползут И те, и эти говорят Ты нам не враг, ты нам не друг Не там не тот Не там не тот Субтитры сделал DimaTorzok Я поцелую провода И не ударит меня ток Заводит молния меня Как жаль, что я ее не смог По небу дьяволы летят В канаве ангелы поют И те, и эти говорят Не там не тот Не там не тот Не там не тот Не там не тот Даша, ты же какие-то у тебя назрели вопросы К господину Самойлову Я представляю молодое поколение Которое, можно сказать Я выросла на вашей песне Наконец-то молодому поколению дали слово Помнишь, помнишь, что там было На советском телевидении Помнишь, было Дайте слово лестнице Помнишь, там был 16 этаж И что-то такое Такие силы молодые ребята Они говорят Вот, даем слово Вот, Вадим Вы раскритиковали рэперов В частности, за их отношение к родине Ну, не всех Меня спросили про фейсы Ну, то, что я послушал У меня волосы зашевелились на голове Я понял, что это вообще не то Что надо У тебя даже на висках исчезли Да, но вот сейчас Как бы такая тенденция То, что люди создают персонажей Они чаще всего Себя ведут неадекватно Поют про потребительское отношение Ко всему К любви К родителям и прочему И это вызывает ажиотаж Но потом все равно люди слушают Но это, как бы, грубо говоря Однодневки Которые потом забудутся А есть ли какие-то достойные представители Вот, музыкальной индустрии Неважно, в каком жанре Вот, для вас лично Ну, мне кажется, что Прямо вот новая волна Если говорим про русский рок Мне кажется, она Любая, любая Она еще пробивается и созревает Все-таки на плаву сейчас Ну, вот мы все Плюс второй эшелон Ну, вот, хорошо там Луна появляется 25-17 Но Это, на мой вкус Это еще не совсем то Что можно было назвать Новой волной Российской рок-музыки Новая волна Я уже говорил В многих интервью Мне любопытно Что получится Из монеточки Из гречки Вот Не то, чтобы Прямо они мне очень нравятся И вот в том виде В котором мне сейчас есть Но я вижу большой потенциал Вот, поэтому Будем смотреть Что там дальше Потому что, знаете Подающих надежды Было много На горизонтах Вот Они выстреливали А дальнейшая их судьба Складывается очень-очень по-разному Поэтому я этим девочкам Желаю Очень требовательно Относиться к себе Не слушать лесть Которая им будет литься В голову Потому что это путь такой Признание себя Гением при жизни Это путь Жестокое затворничество Психосоматическое Вот Поэтому Еще Тоже говорил С ПБЧ Мне любопытно Чем Что Они умудрились Не просто Начитать Наиграть хиттерскую музыку И Они сложили это В своеобразный Конгромерат Который цельный При этом То есть там Не слышно Составных частей Вот Не то, чтобы Это моя любимая группа Но я как продюсер И музыкант Вот для себя Такую отмяточку сделал Что касается Рэп музыки Ну смотрите Это такая волна Сейчас Они так сказать Вот берут Остросоциальными вещами Это нормально То что раньше Рок-н-ролл Там в конце 80-х делал Просто Рок-музыканты Ну мы подросли все Да Мы все там Помудрели Подзрослели И Мы как бы Траслируем уже Какие-то Наш протесты Наша социальность Она заключается В каких-то Других вещах Более философских Вообще Любой жанр Искусства Проходит Три стадии Первый Сначала это Авангард Революция Второй Это массовая культура Третий Это академический жанр Вот мне кажется Сейчас рок-музыка И наша И импортная Она Вот на грани Перехода Из Мейнстрима В жанр академический То есть Сходить на концерт Какой-нибудь Большой группы Это в принципе Как на Рахманинова Или на какое-то большое То есть Что-то такое Не господа Есть еще четвертый маразм Но это уже потом Это уже потом Но это всегда в кармане Это Да Ну и все И собственно говоря Рэп-музыка сейчас Ну по крайней мере У нас В шоу-бизнесе Она как раз тоже Давно стала мейнстримой Вот это РНБ многочисленные Плодовитые Собственно вот результат Этого мейнстрима Что касается нас То пока это еще Революционно Посмотрим что будет дальше Доживут ли они до Такого массового Искусственного И уж тем более До академического Через 15 Мы действительно узнаем Занимал ли Отечественный рэп Такое серьезное место В отечественной культуре А скажи мне Вадик Продолжение Это просто тема Перед песней Поскольку ты-то Все-таки еще и достаточно Много занимался И занимаешься Самопродюсированием То есть так Отслеживаешь не только То что сам делаешь Да То что вокруг происходит Тебе вот так вот На вскидку сразу Может прийти На память Какое-то имя Или группа Вот которая Явно допустим Когда-то ты их увидел В первый раз И тебе не показалось Что из этого что-то вырастет А из этого выросло Что-то все-таки И оно существует И оно востребовано Я чаще сталкивался С обратной ситуацией Ну или так Да, то есть когда Мне кажется Что это очень интересно Но это долго Не прожило К сожалению Ну назови Вот Как бы вам сказать Ну например Если далеко совсем уйти Назад Давай уйдем То это вот Николай Коперник Например Брал группу Например Или группа Апрельский марш Наша Свердловская Да Или другие всякие Витиеватые Интересные проекты Такие сложные Такие вот По тем временам Даже хипстерские Можно было их назвать Вот Но это все Спасибо тому Что у нас Такая ситуация С авторским правом Ну это даже И нюанс Тоже можно запустить И нюанс Кстати Но нюанс Музыканты Хотя бы они работают Я так понимаю Аккомпанируют И успешно Вот И проживают А в принципе Судьба вот такого Свободного рок-музыканта Это конечно Дело такое Нелегкое Потому что Ну и так же Как и актерское То есть звездами Становится Пять Там шесть человек Да Все остальные Преподают там В драм-кружках Или играют В камер-группах Поэтому Это дело такое Не самое благодарное Но С моей точки зрения Очень честно И достойное А остальным Имя Легион Скажем так И давайте так и споем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Исследователь жизни Плевать хотел на это Закинулся бумагой И сам себе звезда Не отбрасывая тени Мы по сумеркам плывем Не отбрасывая тени Мы на облаке живем И кивают, и кивают Не отбрасывая тени Очень важно головами Наши тоненькие шеи Пляшет небо под ногами Пахнет небо сапогами Мы идем, летим, плывем Наше имя Легион Не отбрасывая тени Мы по сумеркам плывем Не отбрасывая тени Мы на облаке живем И кивают, и кивают Не отбрасывая тени Очень важно головами Наши тоненькие шеи Пляшет небо под ногами Пахнет небо сапогами Мы идем, летим, плывем Наше имя Легион Мы идем, летим, плывем Наше имя Легион Наше имя Легион Мы идем, летим, плывем Наше имя УСМН Внешни, летим, плывем Наше имя Легион Мы идем, летим, плывем Вадим Самойлов, «Воздухе на нашем», мы продолжаем. Вы в этом году опять съездили, опять, если я не путаю, потому что, по-моему, вы уже ездили, да? Или, по крайней мере, в этом году точно вы ездили на «Rock Am Ring», да? На один из крупнейших таких европейских рок-фестивалей больших. Вы выступали там на альтернативной сцене, да, даже открывали ее. Но я сейчас не столько о самом выступлении, сколько о том, что вы говорили, и, в частности, говорили и в своем таком, как бы, видео большом достаточно, которое сняли по поездке туда. В частности, по-моему, ваш звукач, кто-то из звукачей, по-моему, даже что-то говорил о том, что едем посмотреть и заодно поучиться вот тому, как все это вот устроено, как работает. А главное, как работают, собственно говоря, вот те самые ваши коллеги, которые там занимаются и тем же звуком, и музыкантами. Короче, 21 век в разгаре, он все идет и идет, и я все по-прежнему слышу и слышу от наших музыкантов, от музыкантов, в том числе и нашего, там, твоего, моего поколения, все о том, что мы все учимся, учимся. Когда научитесь? Ну, дело в том, что у нас, в принципе, отстает вот эта часть вся культурная. То есть по академической культуре мы, там, number one в мире везде, с балетом, симфонией и так далее. Что же касается шоу-бизнеса и рок-музыки, ну, у нас нет столько денег в этом бизнесе, сколько есть у них. Потому что где есть деньги, там есть специалисты, там есть квалифицированные специалисты, там есть оборудование и так далее. Ну, просто у нас чуть в стране другая ситуация. Там более сытая жизнь, вот, пока еще. Поэтому люди охотно ходят на концерты. Вот, что касается нас, люди выживают, там, лишние 200 рублей. Вот, я потрясен был тем, что вот в регионах, например, продаются билеты, да. И вот человек, разница в 200 рублей, для него уже определяет, купит он билет или нет. То есть, ну, представляешь, 200 рублей. Ну, если у него всего 300. Я про что и говорю. Поэтому у нас просто пока, ну, не столько денег, а раз нет денег, то там никто не работает из толковых. Поэтому это медленно развивается. То есть, вот ты все-таки, ну, ты знаешь, на самом деле, что ты в этом смысле цитируешь абсолютно, гигантское количество, это прям стало уже штампом. Это же практически повторяет каждый поп-продюсер такой. Там, ну, условно говоря, то есть, пригодится. Ну, потому что это правда, да. Ну, это правда, да. Да ладно, прям правда. Вот правда, да. То есть, вот завтра, допустим, даем Вике Цыгановой миллиард, и она становится Мадонной, да, или Кэдди Пэй. Подожди, мы же говорили с тобой про то, куда мы ездим. Ты сказал по шоу-бизнесу. Ну, в целом, да, да. Если мы говорим про непосредственно инфраструктуру фестивалей, да, ну, я считаю, что мы тоже растем. Если мы фестивали в центре Москвы, там, какие-нибудь, которые проводятся уже с жесткой инфраструктурой, там, на ВДНХ где-нибудь, там уже все поуютнее и получше, чем на нашествии. Потому что объективно нашествия, ну, в чистом поле сложно. Действительно сложно. Валик, извини, что тебя прерву, я не, про инфраструктуру понятно, тут даже говорить не о чем. Я говорю не про инфраструктуру, тот же ваш звукорежиссер говорил, скорее всего, это, как я его понял, и как я часто понимаю наших музыкантов, посмотреть, как работает звукач, который работает там с основными херлайнерами фестиваля, как работают музыканты, как они отстраиваются, как они проводят чек и так далее. Вот смотри, допустим, вот мы смотрели, значит, наш звукорежиссер Никита, у нас там были бэджики-вездеходы, как участников, вот выступал, значит, про Гориллз с новым альбомом. Вот мы пошли посмотрели, как это все, что у него там открыто, что у него там стоит за плагины, там, ну, просто как Лиджи вообще работает. Понимаешь, в чем дело? Вот сколько, как ты думаешь, можно сводить композицию группы Гориллз? Вот задумывайте, сводить. Можно провести месяц в студии? Хватит денег, чтобы оплатить, сделать перфект, потому что она потом продастся и все это окупится. Какого музыканта нашего ты можешь посадить с одной песней на месяц в студию? То есть он вынет все карманы на год вперед, понимаешь? Вот тебе и практика. Поэтому просто у нас нет пока возможности такой. Это вопрос чисто постоянной работы, спокойной, размеренной. Мы пока все догоняем. Это нормально. А догоняем он потому, что пока еще сама культура у нас в стране, да, вот спорт уже начали развивать, а культура пока еще далеко, когда он и пешком. Вот и все. Поэтому люди должны наесться, захотеть ходить на концерты. Концерты должны стать больше. Музыканты должны чуть побольше начать зарабатывать, чуть больше тратить денег на создание продукта. И вот это все медленно-медленно будет развиваться там за какое-то количество лет. То есть вот так по мановению щелчка дать миллиард там Вике Цыгановой, кому-то не было, и нам ничего не произойдет. Нет, нам-то и всегда это произойдет, мы это, конечно, делаем. То есть все-таки вы будете почти гориллусом, да, только? Ну, своя, конечно. Нет, ну, у нас есть специалисты, которые хорошо работают, да. Вот в поп-музыке, конечно, Макс Вадеев, я считаю, как технический и как музыкальный продюсер здорово делает вполне себе международного уровня вещи. Но я считаю, что мы неплохо это тоже делаем. Ну, еще кого-то можно назвать. Но просто это еще не стало такой массовой тенденцией. То есть общий уровень, средний, все равно пока еще низкий. И вот по тем причинам, о которых я сказал. Ну, давай посвятим вам следующую песню. Хорошее название для этого. Может быть, оно так все и случится. Да, мы подобрались к периоду, значит, постурагановскому. Мы записали альбом «Чудеса» в легендарном 98-м году, кризисном, вот, дефолтном, собственно говоря. А песня вообще из другой оперы, как всегда, противостоит всей действительности, которая в тот момент нас окружала. Где-то там, где кончается, где кончается вся земля. На краю мы качаемся, ты и я, ты и я. На краю ноги свинь синие, и плюемся мы в никуда. Как смешно, как смешно, сердце весело, чудеса. Чёрный дом мироздания Отрывает нам тормозы, Расширяет нам подсознание до конца, до конца. На краю ноги свинь синие, и глядим уже в никуда. Мы плывем, сердце весело, чудеса. А-а-а-а! Приветствую всех опять и опять. Михаил Марголец по-прежнему у микрофона. Вадим Самойлов со своей группой по-прежнему у меня в гостях. Даша все так же рядом. И мы продолжаем. Говорили мы до коса времени тех же самых 90-х, когда говорили о книжках и о том, что и как тогда вспоминается и как описывается. Ты вот сказал о том, что там, когда все, что касалось вот этих вот самых наркотических трипов и прочего и прочего, как же тогда было там не достать, там все, кто мог, мог и достать, мог и попробовать и так далее. В какой-то степени ведь, да, и аудитория не то чтобы формировалась из таких же людей у Агаты Крести, но, скажем так, она проникалась вот той самой эстетикой, которую та со сцены несли. И неспроста же тогда, помнишь, там, сколько, там, одни выдумывались, другие были по факту, там, да, какие-то истории все эти ужасные, там, о том, как девочки там из окна выбросились, еще что случилось, наслушав флакат Крести, там, все на них повлияло, там, в общем, все с каким-то, были таким вот с этим мрачным, смурным каким-то состоянием, а в то же время с состоянием какого-то вот поиска некого полета. Как бы по твоим словам, по тому, как сейчас официально принято оценивать, да, то время, это вроде как все в прошлом ведь осталось, другое время, другая аудитория, тут такая здоровая нация и так далее и тому подобное. На концерты сегодняшние, когда ты возвращаешь людей вот во времена Агаты Крести, да, приходит кто? Просто те люди, которые это и тогда слушали, и просто сейчас они такие же, как мы, они просто решили поностальгировать? Или там есть молодежь, и если это молодежь, то ее там что цепляет, там, что они от тебя там хотят услышать? Начну с конца вопроса. Давай. Смотри, приходит три поколения, то есть это наш тобой возраст, и постарше те, кто вот были меломанами в начале, там, в конце 80-х, начале 80-х, вот застали рождение того, что называлось русский рок, их, то есть наши того дети и даже их внуки. То есть, в принципе, кинейджеры как были в передних рядах, так они всегда и остаются. А чего они слушают? Ну как, почему? Запас прочности этих песен достаточно большой, песни эти во многом вечные, они, потому что не сиюминутно, они поют о вечных проблемах внутреннего мира человека, проблем взаимоотношений между людьми, взаимоотношений со своими там самоощущениями, взаимоотношений с внешним миром. То есть это, в принципе, все, понимаешь, люди меняются, точнее, эпохи меняются, а люди, в общем-то, одни и те же. Я думаю, что с пою эти песни в Древней Египте было примерно то же самое. Это действительно так, потому что фокусом поэзии и лирического героя вот группы Агаты Кристи всегда было внутреннее переживание, связанное с борьбой с внутренним миром за, так сказать, свободное счастливое существование. Это тема вечная. И вот поэтому к нашему счастью и с благодарностью хочу сказать, что дети новые, которые начинают слушать рок-музыку отечественную, они начинают слушать Агаты Кристи, и они резонируют. То есть там находятся какие-то вопросы на их детские, какие-то ответы на их детские вопросы для тех душ, которые растут и начинают реально сталкиваться с достаточно жестоким миром. Что же касается ситуации в стране, ну, я не думаю, я вижу в твоих словах сарказм. Я думаю, что никто сейчас у нас особо здоровую нацию не пытается сымитировать здоровую массу. Все мы живем с болячками, и общество все, в общем, везде всего хватает. Но в целом, естественно, можно сказать, что мы стали в целом поспокойнее. Потому что, вспомни, 90-е, когда страна как бы жила в ситуации непонимания, что там дальше, пей, гуляй, такая ситуация была, да? То есть было поменьше порядка и равномерности, упорядочности. Такое понимание, что завтра. В сегодняшнем времени, смотря на все вот эти тряски, понимание, и, то есть, грубо говоря, тогда все, все эмоции, все наше коллективное, подсознательное, бессознательное, оно было вот такое разбудораженное. Поэтому и фанаты были намного экстравагантнее, агрессивнее себя проявляли. То есть раньше их были несколько десятков, которые так себя проявляли. Сейчас их там 2-3 человека, которые так себя проявляли. То есть мы в целом, как социум, стали чуть более уравномеренными, и этих крайностей стало чуть меньше. Вот и все. И я думаю, что художник просто любой, он считывает, он живет в этом эмоциональной фоне, и он считывает, и его, так сказать, точно передает. И поэтому песни становятся популярными, потому что люди узнают у них себя. Вот это состояние свое, вот в этом и есть залог успеха, мне кажется. Ну, это я просто добавлю, если иду по срокам, то у меня самое понимание было большое того, что будет завтра, когда я в Советской Армии служил. Вот это было все одно и то же. Слушай, жизнь многогранна. Дело в том, что смотри, мы сейчас вот с тобой сидим, разговариваем в хорошей студии, в столице нашей Родины, да, кто-то в этот момент под городом Азбестом добывает руду урановую, понимаешь, они живут вообще другую жизнь, но эта жизнь тоже есть, и без той жизни не будет нашей. И вот эти, когда молодые ребята понтуются в Фейсбуке друг перед другом, да, они думают, что вот это вот окошко в компьютере и вот это их общение, это весь мир, который вокруг них есть. Для того, чтобы этот мир существовал, в Африке негры добывают полезные ископаемые, все это плавится, то есть там огромное количество людей, то есть чтобы золотой миллиард жил хорошо, все остальные шесть, в общем-то, на него и шачат. Поэтому вот это вот обманка, понимаешь, мир никуда не делся, мы просто свой мир локализуем вот в нашем теле и в нашем объеме, да, на самом деле миров очень много. И жизнь артиста, кстати, позволяет в эти меры окунаться, потому что мы общаемся очень с большим количеством самого разного народа, бываем в разных местах, и это, я считаю, очень полезно для мировоззрения, для понимания, что такое жизнь и общество. Для тех, кто вдруг не до конца знает хорошо историю, скажу, что не просто так Вадим употребил город Азбест, городом Азбеста многое связано для него и для группы Агата Гристи, и вообще для всей его истории. Но мы сейчас не будем про Азбест, давайте сейчас сыграем, а потом я еще Дашу хочу спросить кое-что. Да, значит, после альбома Чудеса был у нас записан альбом Майн Кайф, песни хитовые из него мы обязательно сыграем на концерте, и вот мы сыграли уже, значит, Чудеса, да, все правильно, и переходим мы к эпохе, достаточно сложной для Агаты Гристи, то есть после того, как мы записали пластинку Майн Кайф, мы потеряли Сашу Козлова, сразу всех успокою, Саша Козлов единственный из нашего коллектива был, который не употребил ни разу никакого химиката запрещенного. Да, он любил покушать, любил выпить, но причина того, что он ушел ранной жизни, была в том, что у него был врожденный порог в сердце, вот, и это на рубеже, так сказать, сорока лет, как это у многих бывает, случилось то, что он кончался. И вот мы остались вдвоем с Глебом, достаточно все не очень хорошо было, выступали мы втроем, клавиши воспроизводились из секвенсора, вот, и в ту пору мы выпустили такой сборник, избранные сказки, и в качестве сингла для него новинки появилась песня «Ближе», которая во многом отображает, ну как, опосреданно, конечно, специфику наших тогдашних взаимоотношений с Глебом и ситуацию вообще внутри. Даже не только с Глебом, вообще, вот все, что внутри с нами происходило. Песня называется «Ближе». «Ближе». Зима сбежала, сметлила хлопновенью И в душу ломится, обмачивается весна Нам остается лишь оплакивать потери И вразь себе, что это лето навсегда Дырявых душах так давно сквозняк ветер Как в этой кухне с этой трещиной стекля Я ничего не жду, не чувствую, не верю Только себе, только тебе Я ненавижу, вижу, но ты все ближе, ближе Ты ненавидишь, но, но, но Но я все ближе, все равно Я ненавижу, вижу, но ты все ближе, ближе Ты ненавидишь, но, но, но Но я все ближе, все равно Когда придет зима и заморозит лужи И тротуары поменяют каблуки Кто-то другой мне точно так не будет нужен Быть может я, быть может ты Я ненавижу, вижу, но ты все ближе, ближе Ты ненавидишь, но, 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 но я все ближе, все равно Я ненавижу, вижу, но ты все ближе, ближе Ты ненавидишь, но, 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 но я все ближе, все равно Я ненавижу, вижу, но ты все ближе, ближе Ты ненавидишь, но, 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 но я все ближе, все равно Ты ненавидишь, но, но, но я все ближе, все равно Субтитры сделал DimaTorzok Скажи мне, ну вот, а ты-то все-таки, ну я понимаю, что ты наверняка знакома, да, с репертуаром Агаты, то есть, да, и с тем, что делает Валик сейчас. Ты-то вычленяла все-таки из нее больше всего какую ноту? То есть для тебя что такое было Агата? Это вот опять-таки вот этот вот уход в какой-то в астрал, в психодел, просто мелодии, там, не знаю, импонирующий тебе ритм, энергетика, что это? Изначально, вообще, вот как Вадим сказал, то, что детям прибавил вкус, у меня мама слушала группу Агата Кристи, я вообще понятия не имела, то есть мне было лет 14, и мама говорит, вот моя любимая группа, Даш, послушай, пожалуйста. А я ей тогда показывала диск гражданской обороны, этот, как закалялась сталь, говорю, мам, я вот слушаю такое, говорю, мне твоя Агата Кристи, если честно, неинтересно. И тогда, когда мама поставила, пару композиций меня зацепило, я тогда помню, вот ВКонтакте еще нельзя было скачивать мелодию, но где-то находить на зайцевнет.ру, я закачала себе три песни, и как раз это совпало вот с возрастом таким эмоциональным, когда нужны такие песни, чтобы выплескивать куда-то свою энергетику. То есть если у человека нормальная психика, то он не будет лезть в окно, тут дело не в песнях, если честно, но выплеснуть какую-то свою, почувствовать себя немножко безумным, улететь на ковре-ветолете куда-то, это нужно, особенно подросткам, вот такой выплеск. А вот скажи, Вадик, я просто подхвачусь от того, что говорил Даша, мне, кстати, очень интересно, как ты на это ответишь, а ведь действительно, ты мог бы тогда вот, даже в те годы провести некую четкую грань, в чем разница между, допустим, 15-летними поклонниками гражданской обороны и 15-летними поклонниками Агаты Кристи, вот именно тогдашним, тогдашним. Ну, я знаю много людей, которые в большей степени слушают разную музыку и могут быть одновременным поклонником и гражданской обороны, и Агаты Кристи. В чем разница, но... А вот те, которые как Даша, вот говорят, я слушаю это, а это мне как бы... Ну, смотри, вот вспомним, в ту пору, когда поставили Дашу эти песни, мы, наверное, уже были достаточно громкой модной группой, вот, и, в принципе, многим набили уже оскомину. Это тоже работает. То есть уже такой неиндепендент. Да, как бы неиндепендент, а гражданская оборона, это индепендент, да, вот. И это, да, и, в принципе, так и есть, потому что, если брать по нашим шлягерным песням, то там вроде как глубины-то особые, вот, на ковре-вертолете, что-то такое легкое, что-то там есть такое, но не сказочная тайга, то есть, ну, не легион это и не что-то другое. Чтобы добраться до легион, нужно начать все это слушать, вот. И поэтому на этом фоне гражданская оборона с абсолютной депендент, таким индеграундом, конечно, она вставляет, вот. Поэтому это нормальная ситуация. То есть подростки как-то потом, знаешь, я, честно говоря, сам не знаю, как распускается вот история. Вот послушай группу, и она раз, и она уходит куда-то в подростки. Я думаю, что вопрос социума, как они друг с другом взаимодействуют, как они группируются, по каким вкусам. Вот. Потом еще, видишь, гражданская оборона, они такие, ну, такие, из земли такие, выросшие, да, от земли такие. Вот. А мы немножко, наоборот, такие, от космоса. Вот поэтому, ну, в принципе, надо это в себе соединять. Поэтому замечательно, Даша, что у вас мама поставила наши песни, и вас они тоже тортули. Это здорово. Не, ну, самое интересное же, Вадим, ведь еще работают вот это родители-дети, типа, что родители слушают, это не круто. Вот тогда это было. Конечно. А потом, когда я уже поняла, что у меня мама очень продвинутая, я, ну, это уже было как бы не связано между собой, но я начала слушать Агату Кристи, и потом я уже все прослушала, когда уже, будучи в сознательном возрасте, как бы, все проанализировала. То есть я с вами абсолютно согласен, что вот этот конфликт отцы-дети, он тоже тут носит большой, очень... Значит, ну, в нашем случае мы все-таки, у нас огромное количество беременных приходит на концерты, потом через год они приходят с детьми, говорят, вот, или там, или приходят с ребенком, говорят, на вашем, после вашего концерта зачато было, слушал о вас в утробе. То есть у нас сплошь и рядом такая история. Знаете, Боже, осторожнее ходите на концерты, ну, Вадим, ну, Самулову и так далее. Ну что, продолжим. Так, мы добрались, значит, до чего? Как у Винхаузена, а теперь Подвиг, да? Да, теперь Подвиг, да. Ну, собственно говоря, мы пролистали альбом-триллер, здесь мы его пустим, мы с него, естественно, так же, как со всего несыгранного сегодня, сыграем обязательно все хиты на концерте на этом. Вот, чем замечательна песня Подвиг? Тем, что она ознаменовала сингл из нашего последнего Агатовского альбома. То есть альбом Эпилог, он был задуман, как прощальный альбом Агаты Крести. И вот песня Подвиг, это как раз тот момент, когда мы с Глебом сели, поговорили, сказали, ну, ладно, у нас была возможность разойтись просто, вот, в ситуации сбитых летчиков, вот, перед триллером примерно. Ну, мы сели друг с другом, пообщались, сказали, слушай, ну, чего мы сейчас вот уйдем, вот, знаешь, жили-жили там, и слились в унитаз, и все. Ну, давай, примем усилие, так сказать, ну, выйдем снова на какой-то уровень. И вот мы договорились, бросили все тяжкие как раз тот период, и умудрились записать альбом Триллер весьма успешно, и потом, собственно говоря, решили, что все, вот мы сказали, все, пишем прощальный альбом, едем прощальный тур и разбегаемся. И вот это усилие, оно лично во мне ассоциируется вот с этой песней, которая была первым синглом с альбома Эпилог, и называется она Подвиг. Когда некуда идти, ты невольно выбираешь Путь единственный из всех, на котором умираешь. Но до этого живешь, так как нежел, ни секунды, так как должен был себе, как другим был должен денег. Там, где подвиг, там и смерть, вариантов, сука, нет, вариантов, сука, ноль, кто-то сдался, кто-то свой. Там, где подвиг, там и смерть, вариантов, сука, нет, вариантов, сука, ноль, кто-то предал, предал, кто-то свой. Дальше некуда бежать, будь ты стаер или спринтер, надо снова все отдать, и нельзя наполовину. И тогда ты будешь жить, так как нежел, ни секунды, так как должен был себе, как другим был должен денег. Там, где подвиг, там и смерть, вариантов, сука, нет, вариантов, сука, ноль, кто-то предал, кто-то свой. Там, где подвиг, там и смерть Вариантов, сука, нет Вариантов, сука, ноль Кто-то предан Кто-то спонит Там, где подвиг, там и смерть Вариантов, сука, нет Вариантов, сука, ноль Кто-то сдался, кто-то свой Там, где подвиг, там и смерть Вариантов, сука, нет Вариантов, сука, ноль Кто-то предан Кто-то свой Вариантов, сука, ноль Кто-то выдал Кто-то свой Приветствую всех еще и еще Михаил Марголец у микрофона Воздух по-прежнему на нашем Даша по-прежнему со мной Ну и Вадим Самойлов со своей группой У меня в гостях Мы продолжаем дальше Такой маленький пускак ремарка, наверное Ты сейчас сам вот представлял И тот заключительный альбом Год Кристи, который вышел И как он создавался О чем вы как бы вкратце говорили с Глебом А вот до этого еще момента Я вернусь все-таки к Саше Козлову Было хоть какое-то вот Ну не знаю там Не то чтобы сиюминутное Но эпизодическое смятение После его ухода И вот с той же самой мыслью о том Что может быть на этом надо группу и завершить Ну конечно было Конечно Слушай мы Саша Козлов Мой бессменный клавишник Со школьных лет То есть мы Агата Кристи с ним даже до Глеба начинали Вместе репетировали в школе Он во многом был поставщиком музыки Был меломаном Ездил на всякие там рынки Где вот обменились пластинками Ну толкучки Да Толкучки да Вот его родители поощряли Вечно у него пластинки слушали Вот потом Саша Очень в отличие То есть вот смотрите Я когда институт закончил Я распределился на кафедру Но для меня Вот институт, школа Это всегда была параллельная жизнь То есть я был внутри музыкантом А это ну надо было учиться Вот я учился Хотя я любил профессию радиоинженера Обожаю ее Вот и учился любил Хотя учился хреново Естественно Потому что прогуливал Самодеятельностью рок-музыкой занимался Но меня тем не менее Распределили на кафедру почему-то Тоже из-за поддержки самодеятельности Значит и когда Встал вопрос Уходить куда То есть все Идти в музыку Становиться профессиональными музыкантами Этим жить Для меня это не было вопрос Никто То есть я плюнул просто и все Ну не вопрос Вот Что касается Саши То он закончил Скоростным дипломом Медицинский институт По специальности Хирург-кардиолог Он уже был В интернатуре Уже был Работал в медицинском институте И для него Вот поменять эту карьеру На весьма сомнительную карьеру Свободного Так сказать Художника и музыканта Это был серьезнейший поступок Вот И Во-вторых Значит Конечно он был Автором Очень попсовых Очень крепких мелодий С которых потом появились Очень значимые хиты Он был у нас И Он предложил название Агата Кристи в конце концов И он естественно Между братьями Самойловы Выполнял функцию буфера Демпфера Вот И с его уходом Очень сильно поменялась Концепция вообще взаимодействия Если раньше мы голосовали втроем То договориться вдвоем На много сложнее Ну проголосовали Типа решили и все И каждый там Кто злится Кто веселится Но тем не менее Все выполняют обязательства А вдвоем договориться все А наружу вылезли Все конфликтные Так сказать Все противоречия Личностные Которые Так сказать У нас были Поэтому Ну мысли разбегать группу У нас не было Но смятение было Огромное Вот Смятение было огромное И Ну я просто знаешь Это всем такой исторический пример Приходит Я естественно Когда От таких вот уходов Соминаю Что сразу вспоминаешь Историю Лидзепери То что как бы Вот да Вот боном хоп И все И соответственно Мы заканчиваем Дело в том что Не было у меня мысли Заканчивать группу Потому что Ну это наш хлеб Без масла он тогда был Вот Поэтому В общем Куда нам деваться-то было Нам нужно было продолжать Поэтому мы В течение Вот до периода эпилога То есть 2001 года По 2008 У нас не было клавишника На сцене Мы работали втроем То есть Клавиши были записаны Они воспроизводились Барабайщик Два гитариста Вот так мы уступали Господа Сейчас клавиши есть Вадим Самойл У меня в гостях Я напомню Что помимо того Что вы все это слушаете У нас по нашему радио Вы можете Увидеть все это Еще и на нашем ТВ Видеоверсию Смотрите Наши сегодняшние программы На нашем ТВ Ну а мы продолжаем В продолжении разговора Об Александре Козлове Собственно говоря Вот сейчас мы Исполним композицию Которая тоже брендирована Как коллектив Агата Кристи Несмотря на то Что эта композиция Вышла в свет Буквально в 2017 году В конце Если не ошибаюсь Да ребята Вот Эта песня называется Где-то между Что произошло Достаточно большое количество Мелодий Которые Из заготовок Песен Которые мы предлагали В Агату Кристи Я и Глеб и Саша Они не попадали туда В работу Обычно 50% То есть 20 песен Допустим Предлагаем мы Остается половина Не потому что Не понравилось Просто мы Соизмерялись Друг с другом Вот это там Это как будто не там И вот Оно появлялось Соответственно Остался материал Нереализованный И у меня И у Глеба У нас часто становятся Нашими новыми композициями В наших Там предстоящих Альбомах А материал Саши Козлова Скрупулезно Был сохранен Нашим замечательным Звукрежиссером Олегом Зуем Вот здесь Сейчас кстати В студии Тот самый легендарный Мой товарищ С которым Все звездные Года Агаты Кристи 90-е и нулевые С нами ездил Сейчас мы вместе Снова работаем На студии нашей Вот он все это Скрупулезно архивировал Восстановил Из миди файлов Сделал фонограммы И на основе этих фонограмм Вот мы слышим мелодию Я взял мелодии Придумал к ним Аранжировки Текст И Даже на обложке Изображены И Саша Козлов И я Поэтому сейчас Агаты Кристи Это не восстановление Группы конечно Это такой продюсерский проект Но тем не менее Это дань уважения Памяти Саши Козлова И своеобразный Такой небольшой Подарок Поклонникам группы В год ее Тридцатилетия С ее основания Точнее Песня называется Где-то между Этот материал Если не ошибаюсь Саша Он был предложен Еще В альбом Опиум То есть Это вот мелодии Которые были Представлены туда Еще То есть это Из того времени Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С неба падшая душа Чудо в перьях С задом вниз А здесь с ума А здесь тюрьма А что не так Сама держись А что не так Сама дурак Сама на ощупь Угадай Кому ты друг Кому ты враг И где тут ад И где тут рай Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй Ай-яй-яй Ай-яй Между будущим И прошлым Между севером И югом Все безумны И порочны Звезды в небе Души влюблят И е-яй Те, кто пал Да, те, кто пал Да, те, кто пал Да не пропал Ищи вопрос Найдешь ответ Топчи булшит Острил астрал На воле Где свободы нет В неволе Свет На волю В пень Из бесконечности В постель Слепой душою Выбирай В кастрюле Ад В натуре Рай Между будущим И прошлым Между севером И югом Все безумны И порочны Звезды в небе Души влюблят Души влюблят Души влюблят Между будущим И прошлым Между севером И югом Все безумны И порочны Звезды в небе Души влюблят Между будущим И прошлым Между севером И югом Все безумны И порочны Звезды в небе Души влюблят Все безумны И порочны Звезды в небе Души влюблят Собственно вопрос такой Я его периодически Как-то с кем-то Из музыкантов Обсуждаю Но с тобой Как бы наверное Особенно интересно В смысле Ну вот Те хрестоматийные Три центра Отечественного року Которые существовали Еще и советской власти То есть Москва Питер И Свердловск Два из них Москва и Питер Вот что это такое Это вот именно Изменение сегодняшней жизни Ее уже полная Такая централизация То есть они продолжают В общем так Ну последовательно Рождать какие-то Новые поколения Новые группы Все идет примерно В том же самом режиме Как шло И тогда Там скажем 30 лет назад Когда создавалась Та же Агата И даже раньше Свердловск в принципе В моем понимании Зачах То есть как именно Сегодняшний генератор Каких-то идей Там можно проводить Там уральские фестивали Там можно вспоминать О Свердловском рок-клубе Там можно собирать Аксакалов Там можно писать Как-то Мы говорили Начали Какие-то книги Биографические Об этом Но собственно говоря Имен тех Вот которые Снова становятся Там следующей генерацией Оттуда больше нет А даже те Кто есть Но если не говорить Там о Вове Шхрене Который там осел То и они-то ушли Все оттуда Уехали Там и ты И Настя И Слава И кто угодно Кто-то ушел Уже как бы Из жизни Там если брать Или укормить То есть в общем Все Еще как бы Какое-то время Носились Со смысловыми Голюстанцами Даже они-то Распались Уже По крайней мере Так официально Они объявили Все Нет Свердловского Рока сегодня Можно с тобой Было бы согласиться Если бы не знать Что Монеточка Из Екатеринбурга Вот Поэтому смотри Конечно Центростремительная история Она существует И в современном Обществе Особенно Огромное количество Музыкантов Уезжает в Москву В Питер В Москву В основном Едут ребята Которые хотят Стать попсовыми Эстрадными музыкантами Работать С попсовыми звездами В Питер Как всегда Пристанище свободных Художников Всех мастей Вот Это нормальная ситуация Но я согласен с тем Что Хотелось бы это поменять Что Я вообще уколю Екатеринбург Свердловск буду называть Потому что Я тоже Вот там огромное количество Денег Бизнесменов Там Но почему-то Никто Никогда Не создал Ни одной структуры Приличной Да Вот Был бы часть нашей организации И вот там Мы сами тусовались Сами дружили Сами друг другу Песни показывали Играли Репетировали И радовались И вот из этого Творческого сообщества Там же были не только музыканты Там и Балабанов И Хатиненко И дизайнеры И актеры Вот Сейчас все эти Творческие сообщества В регионах Разрознены очень сильно Музыканты Если взять музыкантов Они друг друга Воспринимают Конкурентами во многом Вот мы Приезжаем на фестивали Мы часто поддерживаем Ребята Спасибо им огромное Бесплатно ездим В какой-нибудь там Воронеж Бесплатно выступаем На каком-нибудь местном Маленьком рок-фестивале Вот выступает группа Одна за одной Там 10-20 групп Группа выступила Собрала манатки И ушла в гримерку Сидеть и дать результаты То есть им неинтересно Смотреть На соседей Ну не всем конечно Но это есть Вот Поэтому Это Нормальная ситуация Потому что мы Трансформировались Из такого Гиперколлективного Сознания И Фабулы жизни В гипериндивидуальную Каждый сам за себя Каждый друг другу Конкурент Вот если правда Естественно Где-то посередине И сейчас Откат будет происходить Я замечаю Что во многих Городах России Открываются Всякие проекты Причем Не только лофты Дорогие Для Не такого искусства Которые Не все понимают В том числе Даже те Кто его рисует И сочиняет Вот А именно Народные Нормальные Дома культуры Какие-то Народные центры Творческие Куда может Любой человек Нормальный Прийти Попробовать Что-то поиграть Пофотографировать Потанцевать Это нормально Вот Я очень надеюсь Что у нас Это станет Госпрограммой Восстановлением Домов культуры Сетей Домов культуры Потому что Спорт это замечательно Но кулаки Без Творческого развития Личности Превратятся Понятно во что Поэтому Тренд на это есть По восстановлению Сети домов культуры По ее реновации По ее Ну и конечно Ну мы всегда Участием Мы сами проводим Фестивали кстати Мы вот недавно В Екатеринбурге В гимназии Проводили такой фестиваль Приезжали с мастер-классами То есть мы готовы На подъем легкий Надеемся что Наши маленькие Так сказать Искорки Куда-нибудь Разгорятся в пламя Как декабристы писали Господа Это был общественный деятель Вадим Самойлов Он же является Одним из создателей Группы Агата Кристи Он же является Лидером бэнда Который сейчас У меня сегодня в гостях Спасибо Вадим Спасибо ребят Что были сегодня в гостях Спасибо Даше Михаил Маргули С вами увидимся Услышим в следующий раз Ну и нахот ноги Миша Дарит Спасибо огромное Вам за интересную беседу Как всегда Спасибо нашему радио Всем привет Надеюсь увидимся на концерте Ну и конечно Спасибо всем Кто воспринял наши Такие усилия Нечетные И вот за то Что песня Вот она мечта У нас достаточно долго Уже Батес Хит параде Эта песня Кстати тоже была Написана как черновик В прощальный альбом Агаты Кристи Поэтому она Сейчас звучит Поэтому она будет Звучать на концерте Потому что это еще Агатовская все таки история Вот это Это агатовская энергетика И это Те впечатления О том времени Которые я до сих пор С собой несу А новое Оно уже Чуть впереди Спасибо огромное До встречи на концерте Друзья И не ссыте Мечты сбываются Плавала мечта Через пустоту Там за черными дырами Встретила судьбу Не такую как она Из дурного сна Никакая не такая Уночь ты слепа Вот и в соленый Вот и в стесноба Вот она мечта Розовые грезы Вдохновенье слезы Горь и беда Вот она судьба Бешеное чудо Горе не откуда Счастье в никуда И куда мечте Быть из пустоты Поменяю все местами Судьбы и мечты Старое прощай Старое прощай Новое впусти Утирай без печали Слезы до крови Сердце отвечай Всей во мне любви Вот она мечта Вот она мечта Розовые сопли Вдохновенье вопли Горе не беда Вот она судьба Бешеное чудо Бешеное чудо Горе не откуда Счастье в никуда Старое прощай Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счастье в никуда Счастье в никуда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok